Как очистить организм, не навредив? Вот это очень важно. Зашлакованность только одной толстой кишки вызывает целую кучу различных заболеваний. Это же не просто запор. Вы же понимаете, что от зашлаковки толстого кишечника может развиться атеросклероз. Дальше что пойдет? Давление высокое. Вы представляете, вроде бы, какая связь, да? Высокое давление, холестерин повышенный. Вот, нужно чистить кишечник. Болезни щитовидной железы. Некоторые там аутоиммунные тиреиды, узлы какие-то, кисты. А это ведь все может быть из-за зашлаковки только кишечника. Заболевания мучевого пузыря, сердечно-сосудистые, заболевания легких и так далее, бронхиты какие-то. Это все может быть из-за зашлаковки толстого кишечника. Немецкий ученый, врач, основатель гомотоксикологии, реквиверк, определил 6 степеней зашлакованности организма. Вот первые три стадии он определил как тканевые. И три последующие стадии он определил как клеточные. Некоторые из них обратимые, а некоторые из них уже даже необратимые. Это такие как онкология, там какой-то четвертости. На первых трех стадиях при оказании организма помощи очищающими процедурами, он очень быстро достаточно возвращается в нормальный режим жизни. Если же очищение не происходит, то процесс накопления шлаков переходит в следующие три стадии. То есть уже в клеточной стадии, которая характеризуется проникновением шлаков внутрь клетки. И вот эти шлаки, они уже клетку изнутри разрушают. И до определенного момента этот процесс можно обратить, то есть можно клетку восстановить. Но есть уже какая-то степень, когда клетку восстановить уже невозможно, к сожалению. Первая стадия – это стадия выделения. То есть это нормальный процесс, когда органы системы справляются спокойно, и вы этого даже не замечаете. То есть вы же не замечаете, что каждый день к вам внутрь поступают какие-то микробы. Вирусы, микробы. То есть если вы не заболели, вы ничего не чувствуете, это не значит, что вокруг вас не летают толпы микробов. Летают. Поверьте. Когда мы проходили микробиологию, мы делали вот эти вот посевы. Посевы из воздуха, посевы с волос, посевы. Там такие каркадилы вырастают. То есть мы это в инкубатор ставили и смотрели, как вырастали вот эти колонии микробов. Летают просто тысячами-миллионами вокруг вас сейчас вы сидите. И постоянно и с руками, и с едой это все попадает в кишечник. Но это у вас все там переваривается, умирает и спокойно выходит. То есть вот это стадия выделения. Это своевременное выделение шлаков из тканей. Также изнутри их. Вы чувствуете, как у вас шлаки образуются? Нет, конечно. А, они образуются. Представляете? То есть просто само по себе вот эти биохимические реакции, которые происходят, они все идут с образованием каких-то шлаков. И это все спокойно, спокойно выводится. Если мы это не чувствуем, значит мы находимся на первой стадии зашпакованности. То есть это все образуется и выводится. То есть вы должны понять, что у нас есть два вида токсинов. Экзотоксины и эндотоксины. Экзотоксины это то, что попадает к нам снаружи, с водой, едой, с воздухом. А эндотоксины это то, что образуется у нас изнутри. Вторая стадия. Это стадия ответа на накопление шлаков. То есть когда шлаков накопилось, по каким-то причинам накопилось больше, или появилось больше у нас внутри организма, то мы переходим на вторую стадию. Это стадия ответа. Например, какой вот, не зря же градусник норисовый, да? Если поднялась температура, значит у человека в этот момент накопилось шлаков больше, чем положено. Например, какие-то вирусы микроорганизмов попали в организм. И вы тогда это уже чувствуете. Если на первой стадии мы не чувствуем, на второй стадии мы чувствуем. Как мы еще на второй стадии можем чувствовать ответ? Ну, например, вирусы попали, человек чихать начинает, кашлять начинает. Что-то, мусор какой-то попал, или вирус какой-то попал, и человек закашлялся, и слизь пошла. То есть вот кашляет со слизью, или из носа потекло. Из носа потекло, это хорошо или плохо? Нет, очищение идет. Хорошо, это очищение идет. Или нет, это там, ой, у меня молочница. У нее и были эти грибки, да? Но организм начал бороться, и потекло. То есть выделения какие-то из влагалища пошли, да? Или понос. Понос это хорошо или плохо? Хорошо. Потому что, значит, поступило какое-то большое количество токсинов, инфекции, и организм это выбрасывает. А вот если инфекция поступила, и организм не выбрасывает, это плохо. Поэтому если рвота и понос, это хорошо, это организм начинает... То есть это стадия ответа. Организм начинает отвечать и выбрасывать эти шлаки. Поэтому ни в коем случае нельзя взбивать температуру. До 39,2 градуса. Ну, да, если дети 38,5, взрослые могут до 39,5 терпеть. Смотрите, аккуратнее, чтобы судороги не надо. Если можете терпеть, терпите. Потому что организм борется с этими вирусами, с бактериями, он их убивает, и это стадия ответа. Вот китайцы, они как делают? Если вирус попал в нос, да? Он будет, знаете, в состояние... Они наоборот, они берут ваточку или марлечку, в нос запихивают и щекочут, чтобы еще сильнее прочихаться. Если идет диарея, значит, ее надо усилить. Вот у нас же замечали, если селен, когда селена побольше начинаешь пить, даже еще больше сначала поносится, да? А потом, раз, и легче становится. То есть усиливается ответ в реакцию. Поэтому... Получается, когда диарея, воды побольше пить? Воды побольше пить, селена побольше пить, микрофлоры побольше пить. То есть, вот имеется в виду... Ну, уголь пьем сразу. Нет, нет, ни в коем случае бы, что уголь такую зашлаковку дает между ворсинками кишечника, тонкого кишечника. У меня было, когда мы начинали, там у меня женщина, начинали клизму делать. То есть, выходил уголь на каком-то, на второй, на третий день. Они говорят, я там уголь уже лет 10-20 не пила. То есть, появлялся в этих испражнениях, появлялся уголь. Там все эти залежи, вы знаете сколько, и они это все не просто там. Итак, подъем температуры, насморк, кашель, диарея, воспалительные процессы на коже, акне, угли. Чего их мазать-то? Надо чистить организм изнутри. А мазать это уже дополнительно. Раз что-то идет через кожу, это уже совсем... Или там псориаз, на эрозермифы, через кожу уже выходит. Это говорит о том, что там никак эти шлаки, никак эти грибки не могут быть. Третья стадия. Стадия накопления и перераспределения большого количества шлаков. То есть, огромное количество шлаков, вот оно накопилось, и все это начинает перераспределяться. Вот миомы, фибромиомы, кисты, остеохондрозы, артрозы. Куда они шлаков деваться-то? Вот они и откладываются, распределяются. Ожирение или наоборот похудение. Между прочим, суставы, позвоночник и жировые клетки – это самые первые мусорные ведра для шлаков. Если организм, если печень не смогла справиться со шлаками, то она отправляет их туда. То есть, если их больше. Она как бы говорит, ну сегодня вот у меня нагрузка большая на меня, сегодня вот я не могу. Дай-ка я их пока заброшу, то есть, организм забрасывает вот эти шлаки куда-то в укромные места. В коленки, в плечи лопаточные, ну то есть, артрозы, ну артрозы, суставы, да, в жировую ткань. У меня одна женщина, да, у меня рассказывала, вот она никогда не занималась чисткой организма. Ну, в физической компании в основном пользовала это. А тут вдруг что-то решило, антицеллюлитный массаж с антицеллюлитными кремами. Антицеллюлитные крема, они же разогревают очень сильно. То есть, там такой вот, вот представляете, в жировой ткани накопилось целую кучу токсинов, шлаков, оплаживаются. И тут человек начинает это все массировать, да еще разогревающими такими кремами. То есть, вот эти все шлаки, они как пошли в кровь. Я не удивляюсь, что ей там с первого-второго сеанса ей стало просто ужасно плохо. У нее поднялась температура. Она просто легла, у нее состояние было как при гриппе, при тяжелом. Представляете, вот сколько там накопилось в жировой ткани всего. Я говорю, прежде чем делать какие-то антицеллюлитные процедуры, сначала нужно почистить организм, а потом уже заниматься наружу, потому что там много дерьма. Четвертая стадия, это стадия насыщения шлаками. То есть, происходит насыщение шлаками клеток. Клетка, она насыщается. Клетка зашлаковывается, она насыщается шлаками. То есть, человек постоянно себя плохо чувствует. Такой синдром хронической усталости. И он и утром спал, не спал, он плохо себя чувствует, утром просыпается. И в течение дня у него такая быстрая утомляемость, у него и память снижается, и ранний климакс наступает, и мигрени, и много-много различных. То есть, усугубляются остеохондрозы, артрозы. Это все вот на четвертой стадии. Пятая стадия, стадия дегенерации, разрушения. Я вам говорила уже, что когда шлаки, вот они накапливаются, накапливаются в клетках, потом начинает происходить разрушение клеток изнутри. Это пятая стадия. Плоть до цирроза, патрофии зрительного нерва, порезы, параличи, то есть инсульты, инфаркты и так далее. И последняя стадия, это уже стадия онкологическая или злокачественная стадия, когда воздействие шлаков уже носит такой общий, огромный, тотальный механизм, характер, да, в результате которого могут возникнуть именно уже доброкачественные опухоли, они там переходят в злокачественные, то есть появляются раковые клетки.